МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом сообщил руководитель администрации в ходе осмотра территории Сестрорецка. На территории курортного района еще достаточно много снежной массы, поэтому ждем таяния снега. И самые активные работы мы будем проводить последние две недели месячника. На сегодняшний день ежедневно работает 25 единиц техники, а если вместе с ГУДСП курортное, которое убирает уличную дорожную сеть, это 50 машин и 370 работников ручного труда. Все трудятся по графику, но основные работы еще только предстоят. Особенность курортного района в его протяженности. В общей сложности коммунальным службам и соответствующим организациям предстоит убрать территорию размером 846 гектаров. В процессе планового осмотра территории детских площадок глава администрации сообщила, что пик уборки после зимнего периода у нас в этом году придется как раз на последние 10 дней апреля. Все должно быть на высоте, учитывая массу граждан, желающих по традиции приехать в наш район отдохнуть на выходных. Наша задача привести в порядок прибрежную зону, которая вдоль Финского залива и вокруг озера разлив. Мы ждем много гостей в праздничные дни с 1 по 10 мая в наш район, поэтому мы готовим нашу территорию, чтобы гостям было приятно прогуляться, подышать свежим воздухом на территории курортного района. Сегодня руководитель районной администрации инспектировала процесс уборки территории у детских площадок Сестралецки. У дома 272 по Приморскому шоссе Наталья Чащина поблагодарила сотрудников подведомственных организаций за хорошую работу, а также пообщалась с жителями, в том числе и с самыми маленькими, занятыми привычным делом на игровом комплексе. Вы школу не прогуливаете? Нет. А, уже закончили завет? Да. Тройки есть? Нет. Молодцы. Я глава курортного района. Смотрю, как убираются площадки детские. Как вам живется? Хорошо. По дворам чисто? А сами на субботник придете с родителями? Да. Да. Если родители разрешат. Да. У вас на дел много. Дел много. Бумаги не бросаете? Нет. Нет. Сестра Орецк любите? Да. Это город мечты. Масштабный субботник состоится завтра, 20 апреля. Всего в нем примут участие не менее 7 тысяч человек во всех населенных пунктах района. Сестра Орецк и жители по традиции смогут присоединиться к уборке территории сквера Чернобыльца в 38-м квартале. Муниципалитет там всех пришедших горожан обеспечит рабочим инвентарем. В этом году со времени проведения первого субботника в Советском Союзе исполняется 100 лет. На наш вопрос о нужности подобных мероприятий сегодня Наталья Чечина ответила положительно. Субботники привычают население к культуре. Кроме того, категория старшего поколения к ним привыкла. Например, ветераны убирают у нас, как правило, квартал, где проживают чернобыльцы. Это целый праздник. Это такая вот важная для них процедура. Во-первых, это физическое укрепление здоровья. Во-вторых, там располагается полевая кухня. Там звучит музыка. То есть они проживают в том прекрасном советском периоде, где, собственно, зарождались субботники и проводятся на протяжении многих лет. Нам бы, конечно, хотелось и чтобы молодежь любила свою землю и убирала. Когда человек убрал какую-то маленькую территорию, он уже подумает, бросить ему просто на дорогу бумагу или целлофановый пакет или отнести его и положить в урну.